Для того, чтобы доказать честь, есть несколько способов, о двух из них я расскажу тебе в этом видео. Первый способ заключается в квесте Народный герой, в котором вам нужно будет вернуть спильные яйца для одной статуи. После разговора с меценатом спускаемся вниз и идем по следу забирать яйца для статуи. У тебя будет два выбора, либо забрать яйца сейчас, либо позднее. Вариант, с которым мы их не возвращаем, нас не интересует. Ну и после завершения квеста честь будет доказана. Второй способ заключается в квесте Песнь рыцарского сердца. Выполнять его нужно подольше, но оно того стоит. Квест очень интересный, с хорошими наградами в плане лута и денег. После разговора с Гильомом с ним можно будет поторговаться, а потом нужно обязательно принять квест. Гильом предложит потренироваться перед турниром. Для галочки в квесте и некоторого количества опыта их можно пройти. После этого мы идем регистрироваться на турнир, и тут будет очень важно сделать правильный выбор. Вот здесь мы выбираем Геральт из Ривии, это нам понадобится дальше по квесту. Меня зовут Геральт, я не стану выступать под псевдонимом. Здесь лучше выбрать первое или второе. Третье и четвертое лучше брать не надо. Клянусь цаплей, что буду состязаться, уважая рыцарские добродетели. Во всех трех турнирах нам нужно будет обязательно выиграть, без этого честь доказать не получится. После победы в стрельбище и скачках нужно будет принять вызов этого бесячего рыцаря, и обязательно победить его. После победы мы отправляемся за Вивиеной в лес, и там она просит сохранить свою тайну, мы это запоминаем. По возвращению Гильон попросит рассказать, что с Вивиеной, но говорить этого ему нельзя, это важно. Здесь нужно будет обязательно выиграть, ибо даже если Геральта победят, повторной загрузки не будет, а квест продолжится дальше, и добродетели выполнить не получится. После победы над этим Громилой, Вивиена вручит Геральту именной меч, и квест продолжится как нужно. Ну и когда ты закончишь квест, честь будет доказана, хоть и концовка самого квеста будет плохой. Как-то так. Если я тебе помог, можешь написать об этом в комментариях. Удачи в прохождении квестов!